Я белорус, я замирную, стабильную и процветающую белорусь. Это звучит, может, банально, но это реально. Когда мы видим такую опасность в стране, мы мобилизируемся. В чем проявляется эта опасность для вас? Примерно, я не знаю, почему белорусы такие слепые, те, что та часть белорусов, которые не видят, что вокруг творится. Просто это есть элемент давления на страну. А мы хотим быть просто независимыми. Я хочу, чтобы будущее моих детей, моих внуков, молодежи было светлым. Чтобы светлым было, чтобы не знали ни вон, ни вон, как жили, как были спокойны. Умели, согласились. Ну, трудновато бывало. Мы жили такое, трудновато было. В 80-90-е годы. Ну, выжили. Выжили. Дай Бог выжил. Я за батькова. Я хочу пожелать здоровья нашему президенту. Я хочу пожелать ему здоровья. И еще я ему хочу сказать. Пусть он смотрит на восток. На востоке восходит солнце. На востоке рождается жизнь. Я за Беларусь. За любимую. Да-да. У нас была всегда мирная страна. Побеждали в военное время. Наши дедушки сражались. Силовое не поддерживается решение однозначно. Нужно все мирным путем решать. Не должны. Та сторона и вторая сторона никогда не должны сталкиваться. У нас никогда в Беларуси такого не было. Я голосовала. Я ходила на выборы. Я исполнила свой гражданский долг. И я пришла заявить о том, что мой голос не украден. О том, что я выразила свою добрую волю, как и все люди. Мне никто не платил деньги. Я пришла сюда абсолютно добровольно. Кто бы что ни говорил. Я за президента. Я за Беларусь. За свободную и независимую. За Беларусь! За Беларусь!